здравствуйте с вами опять я Андрей Непряхин вот сегодняшний наш урок будет посвящен начинающим пользователям работы с 3dx max которые хотят посвятить работу программы научиться импортировать экспортировать объекты stalker вот и так что для этого нам потребуется нам потребуется скачать плагины необходимы для этого вот если мы откроем stalker.in вот здесь на данном случае есть вкладочка плагины если официальный неофициальный так мы с вами скачиваем официальный плагин если вы работаете по SDK 04 в тени Чернобыля соответственно мы скачиваем верхний плагин если под SDK 5.7 то скачиваем нижнюю строчку указываем на скачку плагина и нам понадобится еще один плагин который был написан нашим программом dance tushin у нас на здесь на ютубе можно найти ссылку на его плагин на рост диск вот так же можно это дело скачать данный плагин видео называют ck object import версия 3.0 дальше его не обязательно скачать так что нам для этого понадобится я уже скачал данные плагины давайте мы с вами раскроем папку program files найдем autodesk 3ds max 1011 данном случае меня стоит 2011 макс 32 бит и не забываем о том что плагин работает только на 32 битных версиях макса вот найдем вкладочку plugins вот откроем здесь нашу нужную версию в данном случае 2011 вот и перетянем сюда два плагина первый плагин экспорта и второй плагин материалов которые будут отображаться именно x-ray ских материалов и также нужно добавить вкладочку папку 3d арпати данном случае находится на библиотеке dll вот и патч xray патч это указывающий там где будут куда будет экспортироваться данные объекты либо анимации и так далее так тоже это выделяем и добавляем нашу папку 3d xmax а напомню сразу мы находим наш файл xray патч который мы сюда переместили откроем с помощью бэкменного блокнота или к ноутпадом вот и здесь в данном случае нам указать нужно путь к вашему поэтому с вами открываем наш x-ray сдк editor выделяем верхнюю строчку control c копируем и здесь мы ее это заменяем на свою то что нужно так сохранили вот так же конечно желательно еще одну небольшую правочку записать откроем слабочкой равдата папку object вот и нам скопировать нужно равдата object и мы с вами сюда вот где у вас написано импорт вот вставим это с эту ссылочку для чего это нужно чтобы все объекты которые будете экспортировать они сразу вас открывались папки object чтобы это было быстрее удобнее так далее либо она будет вам сначала открываться папа импорт потом нужно будет вам от 5 и открыть и так далее ну проще всего прописать равдата object так у нас путь настроены плагин у нас добавлены вот следующим плагином который я вам говорил о плагин именно скриптовый плагин dance tasha это весь скриптового плагина так мы с вами опять открываем наш 3ds max вот откроем папочку скрипт вот и сюда добавляем наши этот плагин мне уже не стоял так все у нас готова настроена следующим этапом нам давайте мы с вами запустим наш 3ds max и произведем нашу дальнейшую настройку что нам необходимо знать то что можно уже было работать как говорится импортировать объекты вот и также экспортировать на сегодняшнем уроке мы посмотрим поговорим об импорте объектов вот и следующий урок скорее всего будет посвященный экспорте объектов правильный экспорт настройки экспорта часто ошибки которые бывают при экспорте также основной самый наборейший вопрос у многих пользователей это инвалид фейс полигоны фейсы неправильно созданы модели посмотрим как они работают почему происходят такие ошибки разберем вот как правильно исправить данные ошибки так 3ds max запустился не показывает нам это приветствие первым делом давайте мы с вами настроим интерфейс переведем мы наш 3ds max как можно в щадящее положение вот это поставим ему более поменьше сделаем нагрузку так ставим ему к поставим юсиды флаут и ставим они бывает так мы настройку произвели вот у нас совсем поменялся другой вид ну вот как бы я этим был здесь потому что намного снижает нагрузку и на графику и на процессор быстрее работает следующим этапом это нам настройка нужно экспорта открываем фладочку утилит из молоточек который стал легко нарисованы вот и выберем конфигурации данным опустим до низу мы увидим вкладочку stalker экспорт здесь у нас все может сказать забито добавим добавим еще один десятую позицию у нас добавилась пустая вкладочка и мы сюда перетаскиваем наш плагин экспорта нажимаем ok все у нас он появился наш плагин экспорта здесь у нас открывается окошечко фип-то фэйс инвертирование фэйсов при экспортировании экспорт именно в статистический объект вот экспорт именно что в одном объекты у вас следующее идет экспорт скелетонс это скелетон и это динамические модели импорт экспорт динамические модели экспорт анимация и так далее вот сейчас мы с вами еще небольшие поправочки сделаем откроем вкладочку кастом айс в конфигурации усы спать вот и нам нужно с вами настроить эти текстуры который будет вас быстро открываться доступ к вашим текстурам настроим начнем вкладочку images вот нажимаем modify и мы с вами выделим откроем именно расположение нашего level editor game data текстуру с данной папочки находятся все наши текстуры нажимаем к вашу юсер патч прописать путь вот и следующим параметром желательно сцены для того чтобы как бы в данном случае у меня сама сама бесценно объекта находится на другом локальном диске для удобства я указываю там где он не располагает будут располагаться сохраняться все мои сцены все мои наработки которыми работаю желательно делать отдельным отдельно объекту это в отдельную папку чтобы потом в случае краха вас это все не пропало это все осталось а где-то резервной копии так нажимаем париж окей пути у нас прописаны вот теперь поговорим о импорте в принципе в том видео посмотрите там он описывает как именно импортировать проводить импорт подробно расписан модели анимации все остальное так открываем mac script run script extra object import открываем вот давайте снимем галочку use и stalker материал использовать пистолет материала здесь у вас будет паста окошко вам нужно будет указать где находится данный патч откроем с вами компьютер локальный диск c программ файл 86 в данном случае меня xsdk коп вот editors game data и текстур из дойдя до этого уровня я нажимаю ok патч меня прописан телами порт модул вот открываем наш папку нашего sdk ssdk коп editors raw data объект вот выберем наши как бы любые наши объекты лаборатории с 8 пусть она будет так вот ваш наш объект погрузился в сцену клавиша f4 отображения выберем объекте давайте им поставишь у нас объект вращался только то вместо где он есть и так мы с вами видим что подгрузился наш объект которым можно что-то делать изменять трансформировать менять текстуру вот и так далее давайте немножко нажмем клавишу 8 немножко подсветим наш материал чтобы было видно это не влияет на экспорт дальнейшем таким способом подгружаются наши объекты из к способы добавления объектов в sdk есть множество и конвертирования моделей вот либо в библиотеке готовых моделей либо уже создаете свои собственные модели на 3d смазь и потом будет экспортировать вот это то что необходимо для того чтобы работать с нашим 3ds max и с моделями stalker на сегодняшнем уроке все следующего урока поговорим про экспорт и немножко затронем моделирования и проблем инвалид фейсов на этом спасибо с вами был я андрей непрягин